Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Мария Кротова. Если кто-нибудь когда-нибудь подойдет к вам и спросит, а кто же приучил голландцев к хорошему пиву, то вы с уверенностью можете ответить – это Хайникин. Тренды-бренды! А ведь история развивалась в прямом смысле от противного. Матушка Джерарда Адриена Хайникина ужасно не любила пьяных. Однажды вечером мамаша Хайникин с воодушевлением отчитывала одного из слуг, который изволил накачаться дешевым джином. Пока длилась тирада, Джерард подумал, что хорошо, если в Голландии пропадет некачественное дешевое пойло, и вместо него появится хорошее пиво. Но на тот момент с пенным напитком хорошего качества в стране было туго, и Хайникин поспешил озвучить свою идею матери. Та, на удивление, приняла сторону 22-летнего сына и спустя какое-то время приобрела для него пивоварню. Так, из любви к пьянству и желания сделать мир лучше, в 1863 году родилась легендарная компания Хайникин. Джерард Хайникин хотел варить вкуснейшее в мире пиво, но он понимал, что без модернизации оборудования ему этого не добиться. Используя опыт баварских пивоваров, в 1869 году он переводит свое производство на немецкую технологию с применением низового брожения. В Голландии использовали верховое. Новый вкус пива настолько увеличил продажи, что компании потребовалось строить новый завод. Кроме того, Хайникин стал первым пивоваром в Голландии, который ввел на своем производстве контроль за качеством. Причем бизнесмен не забывал про инновационную сторону своего дела. Заведя собственную лабораторию, он пригласил ведущих специалистов для разработки уникальных дрожжей. На их создание потребовалось 13 лет, и именно они до сих пор придают неповторимый вкус пиву Хайникин. Кстати, дрожжи Хайникин А – единственный ингредиент, который не может быть воспроизведен или куплен другими производителями пива. С годами семейный бизнес продолжил Генри Хайникин. Он четко усвоил принцип работы своего отца и девиз «делать мир лучше». Именно при нем появляется пенсионный фонд, а компания начинает заботиться о своих сотрудниках. Генри Хайникин считал, что качественное производство можно организовать, только мотивировав персонал. Что касается качественного пиара компании, то этим вплотную занялся следующий отпрыск семейства Хайникинов – Альфред. Он организовал теннисный турнир «Хайникин Опен», джазовый пивной фестиваль и учредил премиальный фонд концерна «Хайникин». Именно он начал разливать пиво по бутылкам и заказал разработку легендарного дизайна – зеленая бутылка и пятиконечная звезда, сегодня знакомы каждому. Историю для вас рассказывала Мария Кротова. До новых брендов! Тренды-бренды – сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.